Сентябрь 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 или у него до сих пор преобладает игровая. Как это можно определить? Если игровая мотивация, ребёнок будет реагировать на эмоциональный рассказ. А на неэмоциональный рассказ без ярких материалов и предметов он не особо будет реагировать, ему будет неинтересно. Это значит, что у ребёнка преобладает ещё игровая мотивация, как в садике или как в раннем развитием, когда занимаются. Используют разные материалы, такие яркие, объёмные. Но если ребёнок уже способен реагировать на просто речь и заинтересовываться ей на рассказ, это уже говорит о том, что у него либо формируется, либо уже сформирована учебная мотивация. И это один из самых важных моментов, когда ребёнок идёт в школу. Именно поэтому сейчас рекомендуют детей лучше отдавать, если там, допустим, выбор в 6,5 или в 7,5, лучше отдавать в 7,5, нежели в 6,5. Потому что, скорее всего, он там, может быть, и будет высиживать, но у него учебной мотивации ещё не будет. А значит, что материал, который будет проходить, будет для него неинтересен. То есть это сложный такой действительно момент. Решение, понятно, принимают родители, но вот вам совет психолога. Я думаю, что вполне разумно. Я, например, тоже для своих детей именно такой выбор делала. Ну, давайте поговорим о конкретных жалобах, потому что действительно часто очень сталкивалась с такой ситуацией, когда дети жалуются родителям на что-то, и родители тоже очень бурно на всё это реагируют. Понятно, что они обожают своего ребёнка и абсолютно верят ему. Но вот как вообще, в принципе, стоит реагировать на жалобы, тем более, если это жалобы на учителей? Если это не физиология, потому что может быть и физиологические какие-то жалобы, да, там может нарушаться сон, здоровье, там, ну, уходить в соматику может, да, переживания ребёнка. Вот, если это жалобы какие могут быть? На учителя и на детей. Да, на обмоклассников. Разберём сейчас так. Ни в коем случае не стоит родителю создавать такую компанию с ребёнком против учителя или родителю с учителем против ребёнка. Знаете, бывают такие разделения. Не надо дружить против кого-то. Друг друга, да. В первую очередь нужно демонстрировать своё уважение к учителю, даже если вы с ним не очень согласны, потому что каждый имеет право на ошибку. И если вы с чем-то не согласны с учителем, вы не демонстрируете это ярко ребёнку, потому что и он тогда не будет воспринимать учителя, и вам, и ему в первую очередь будет тяжело тогда вообще находиться в школе. Почему я должна слушать того, кого мои родители, ну, как бы, собственно говоря, не уважают? Почему я должна его слушаться? Почему я должна его уважать? Поэтому в первую очередь родитель должен демонстрировать своё уважение, да? Ещё важный момент. Смотрите, вмешиваться в конфликт или не вмешиваться родителям? Вот есть какая-то такая невидимая грань? Невидимая грань, если это касается здоровья вашего ребёнка, если это физиологическое воздействие со стороны детей, да, допустим. То есть если это драки, если это какие-то вот такие... Конечно, стоит тогда разрешать этот вопрос. Мы сначала даём возможность ребёнку с этим справиться, если мы видим, что он с этим не справляется, и ситуация затянулась. Ну, понятно, что мы с ним разговариваем, созваниваемся с учителем, проясняем всю ситуацию, но мы не идём сразу в бой с ним, потому что... Не надо вмешиваться сразу. Сразу не стоит, потому что ребёнок должен всё-таки получить свой жизненный опыт, он должен научиться справляться и давать отпор, да? Если вы видите, что ситуация затянулась, конечно, уже стоит тогда вмешиваться, обращаться к учителю, обращаться к директору, вызывать родителей этих детей, да, и разрешать вопрос, потому что это уже может быть опасно для здоровья. Но это зачастую уже старшеклассники, да, это уже туда, ближе, там, к шестому классу. То есть редко бывает такое, что у первоклассников такое бывает. Ну, знаете, всякое бывает. Всякое бывает, но там разные, там разные, по-разному проявляются. Если ты первоклассник, он может не уметь проявлять свою злость, агрессию, может быть, даже с ним никогда не разговаривали о том, что есть чувства, эмоции. Сейчас вот прям проблема такая на самом деле, что дети не умеют об этом говорить. Как выразить, непонятно, да, если он такой импульсивный ребёнок, если он активный ребёнок, он, скорее всего, ну, начнёт физически как-то воздействовать, показывать, что ему что-то не нравится, его что-то не устраивает. А в старших классах уже другое, там уже более осознанные действия. Вот давайте теперь тогда перейдём как раз именно к старшим классам, потому что, действительно, когда начинается у ребёнка подростковый возраст, это абсолютнейшая паника для всех, не только для него, но и для родителей. Вот здесь как себя правильно вести, в какой момент действительно уже воспринимать, в принципе, своего ребёнка как взрослого, и как это демонстрировать правильно? Подростковый возраст, многие не учитывают гормоны, физиологию. То есть все сетуют на то, что это психологические какие-то нарушения у ребёнка, на самом деле у него могут просто гормоны, да, играть там. То есть надо это учитывать? Учитывать обязательно, потому что это может приводить к каким-то вспышкам, к нестабильности в настроениях. Он может быть сейчас грустный, потом злой, потом спокойный, потом вот могут быть перепады настроения, это свойственно подростковому возрасту. А совет какой будем давать? Нужно как-то научить ребёнка сбрасывать эту энергию, которая у него накапливается негативно? Не знаю, спорт там тот же, помощник? Спорт может быть помощником, но спорт тоже бывает разный, и отношения к спорту тоже разные. Тут даже относиться к этому как к обычному ходу жизни. Не вступать сразу с подростком в спор, не пытаться доказать ему что-то, или что именно только вы правы давать ему право на то, что он тоже может иметь своё мнение, потому что это важный период в его жизни, когда он учится в обществе, отстаивает своё мнение. О, Анастасия, очень важные слова сейчас сказали. Правда, зачастую мы воспринимаем их ещё как детей, а они уже не дети. Да, особенно мальчиков, да, отцы бывают, подавляют, а ему потом вообще сложно бывает проявиться в обществе. Следующий момент, нужно ещё учитывать, что это возраст, когда ребёнок отделяется от семьи, когда у него могут появляться свои секреты, и он тоже должен этот период прожить, и родитель должен давать ему право на эти секреты. Конечно, не пускать всё на самотёк, но и не контролировать, потому что зачастую бывают вопросы, как мне контролировать своего ребёнка подросткового возраста. Да, а не как. Только устанавливать контактные доверительные отношения до. Но если не сложилось, пытаться и сейчас, потому что чем больше контроля, тем меньше будет у вас контакт с ребёнком, тем меньше вы на самом деле будете знать. Потому что способов скрыть от вас информацию множество, да, если ребёнок или подросток действительно не захочет, чтобы вы не знали, вы не будете знать. Поэтому только устанавливать доверительные отношения, говорить о том, что я готова тебе помочь. Я вижу, что с твоим настроением что-то не так. Я готова тебя выслушать. Я не буду тебя допрашивать, да. Будешь готов или готова, подойди ко мне. Анастасия, вот тема, правда, неисчерпаемая. Жалко, что время у нас заканчивается так стремительно быстро. Я бы ещё с вами полчаса на эту тему проговорила. Хотя, я думаю, основные установки какие-то родители для себя, безусловно, сделали, отметили. И вам за это огромное спасибо. Вам спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Анастасия Терентьева, психолог-консультант. Мы говорили о адаптации детей к школе и к жизни, в принципе, тоже. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова